МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Для нашего региона очень приятно, что мы стали пилотным регионом по ее реализации. Какие итоги можно подвести в этом году уже сейчас? Ну, я скажу так, 46 выездов осуществили МФЦ, 47, простите. Один еще у нас добавился буквально вчера, выезжал наш городской МФЦ в педагогический университет. 47 выездов. Мы в этом году охватили все крупные образовательные учреждения, в том числе и среднего образования. Мы были во всех крупных санаториях и охватили несколько крупных больниц на территории края. Надо сказать, что очень активно люди принимали участие. Все практически, кто с нами контактировал, все понимают необходимость голосования, участие в выборах губернатора. Наши коллеги приняли за этот период 3200 с лишним даже заявлений о перемене участка от тех людей, которые планируют в день выборов находиться не по месту прописки, а где-то в каком-то ином месте. Это и студенты, и работники с непрерывным циклом, и с санаторией, и больницей и так далее. Ну, теперь самое главное, чтобы все пришли на выборы, все проголосовали, не забыли отдать свой голос за судьбу края. Более 2000 человек. 3211, если более точно. Еще на самом деле сейчас окончательно подбиваются цифры, но вот информация сегодняшних 9 утра, это 3211. И я думаю, что это хороший результат. Это говорит о том, что люди, понимая, что надо голосовать, что необходимо, что это очень важное мероприятие, что гражданский долг исполнять нужно, даже если они по каким-то уважительнейшим причинам не в состоянии прийти на свой собственный избирательный участок, тем не менее, подают заявление и переносят место голосования в другой участок. По опыту прошлого года, в этом году, может быть, было сложнее, легче? Или, может быть, более отзывчивые люди уже со знанием дела подходили? Вы знаете, как вот было, у нас в этом году как-то уже поорганизованнее все. Уже учебные заведения знают, что необходимо прописать, допустим, график студентов. Ну, они по группам к нам приходили, но тут еще и обстоятельства диктовали. В прошлом году у нас все это было в середине учебного года, у нас был большой запас времени, большой запас прочности, мы могли выезжать несколько раз в ВУЗ, если что-то не сложилось, не получилось. В этом году у нас же всего-то три учебных дня, то есть по закону вчера последний день, поэтому, конечно, очень хорошо подошли наши администрации ВУЗов, очень все четко организовали, расписали прямо по факультетам, по группам, кто когда подходит, и мы достаточно быстро отработали. Понятно, что не бывает все по расписанию, то есть кое-где нам приходилось продлевать время работы или выезжать повторно, но, тем не менее, мы практически всем дали возможность изъявить желание о переносе места голосования. Процесс голосования у тех, кто будет голосовать не по месту прописки, а по месту фактического местонахождения, он такой же? Обычный, такой же. Приходите на участок, в списках вы уже есть, со своим паспортом, берете пюллетины, голосуете. У вас было очень активные несколько недель. Не то слово. А последние несколько дней это просто даже не с чем сравнить. Ну, на самом деле, хочу сказать, что если вдруг кто-то не успел, ну, может быть такая ситуация, то есть еще возможность воспользоваться старой схемой, то есть прийти в ту избирательную комиссию, в которой вы прикреплены, взять документ, он будет уже специальный с цифровым кодом, и унести уже самостоятельно этот документ на тот участок, где вы планируете голосовать, прийти уже с ним. То есть это такая уже форс-мажорная ситуация, но она на всякий случай предусмотрена все равно. Это, конечно, очень хорошо, похвально для жителей Ставропольского края, которые лечатся, поправляют свое здоровье в больницах, здравницах Ставропольского края. Но молодежь, почему такой упор на молодежь делаете? Послушайте, но ведь им жить, им работать, это те люди, особенно молодежь, это те люди, которые завтра придут к нам на смену, и которые должны понимать, в какую сторону мы двигаемся, хотя бы для того, чтобы понимать, ну, я надеюсь, что наши молодые избиратели хотя бы заглянут в программы кандидатов, посмотрят, кого они избирают, поинтересуются, в какую сторону будет двигаться края, ведь это самое важное. Поэтому тут, конечно, молодежь это в первую очередь. Спасибо вам большое, что вы к нам сегодня пришли и так упростили всем процесс голосования, это действительно важно. Спасибо за вашу работу. Будем ждать вас еще. Можно еще все-таки очень короткое объявление. Конечно, конечно. Очень хотелось бы обратиться к жителям края. Дело в том, что МФЦ ведь ведут и постоянную свою ежедневную работу, и вот на сегодняшний момент у нас находится на исполнении более пяти тысяч паспортов. Это те люди, которые меняют паспорта там по какой-то причине, по возрасту или в связи там с сменой фамилии, или те люди, которые меняют место жительства, прописываются по новому месту жительства и так далее. Огромная просьба граждане, придите в МФЦ, заберите свои паспорта, мы будем работать. Весь, всю эту неделю мы будем работать в том числе и в воскресенье специально в дежурном режиме для тех, кому нужно будет получить паспорта. Поэтому, если даже срок получения вашего документа выпадает, например, на субботу, это значит, что в воскресенье вы сможете прийти и получить свой паспорт. Все МФЦ сейчас обзванивают таких заявителей, все предлагают прийти пораньше. Как только паспорт ваш готов, вам позвонят. Но очень большая просьба к тем, кто давно забыл и не приходит. У нас порядка 300 паспортов имеют такую длительную задержку, лежат, ждут своих хозяев. Пожалуйста, уважаемые граждане, уважаемые избиратели, накануне Дня выборов, для того, чтобы принять в них участие, получите свои паспорта и не забудьте отдать свой голос на выборы губернатора. Спасибо вам огромное. И вам спасибо. До свидания. Будем ждать вас еще. Хорошо.